Мчимся сквозь облака! Здравствуйте, уважаемые любители ледных видов спорта! Вы видите коварное утро. Бывает утро доброе, но вот это утро коварное. Мы взлетели до рассвета и пытаемся взять атмосферную волну. Но, к сожалению, снаткнулись с очень сильным, до 100 км в час, ветром на высоте и избытком влажности. Это называется черный мистраль, который вызывает мощные осадки внизу. Собственно, эти осадки и есть. Видите, у нас капельки дождя по стеклу. Крылья уже высохли. Взлетали мы действительно там полудождь, полу непонятно что. Я сейчас пытаюсь взять волну. Видите, ношусь перед облаками на их фронте. Там, где потенциально может быть волна. Вариометр периодически что-то подпискивает. Вот, у нас запасной аэродром с правой стороны, Спермонт. Вот здесь классическое место, где всегда бывает волна. Видите, феновая щель такая яркая. Вот, все есть, волны нет. На самом деле компьютер показывает картинку, где мы недавно летали и что-то у нас было. Но в целом я уже не то чтобы сдался, но, по крайней мере, решил повеселиться напоследок. Вот, пока мы не спустимся совсем вниз в этот ад из облаков, из дождей и так далее. То есть, у нас, конечно, есть небольшой запас по топливу. Вот, видите, вот оно кусочек волны небольшой. Вот есть подъемчик. То есть, я еще повоюю. Ну и безумно красиво, конечно, внизу. Видите, через облака, бочком, рычком светит солнце. Даже он краешек соотвещает с холода. Непонятно, через какие дырочки оно светит. Вот, на крыле, кстати, посмотрите, обледенение. Сейчас очень хорошо видно. Просли сквозь туманчик, видите? Прихватило уже сразу крылышко. Ну да, надо быть осторожным, потому что обледенеть мне совсем не хочется. А стремительно. То есть, вот здесь как раз получается точка воздуха имеет температуру 0. Даже, на самом деле, если он плюс 1 градус, за счет обтекания крыла происходит такая конденсация одненькая. Образуется вода и сразу замерзает. Потому что рядом с облаком тепло, там плюс 1. А уже вот и вне облака холодно. Ну и тут все и замерзает. Знаете, как мы тучи разогнали? Начинали ролик, вот здесь была туча. А сейчас нет. Вот как раз колебания атмосферы, связанные с раскачкой ее. То есть, волна запускается, образуется, но обилие влаги и возникающих процессов конденсации убивают саму возможность этого процесса. Вот наши приборы, можете оценить. Вот ветер, вот 63 км в час на данной высоте. О, открылся наш аэродром. Все спят, никто летать не хочет. Все умные убрали планировать пеналы, чтобы не намочить. А все глупые, вот сейчас носятся. Вот перед нами выплюнуло следующее облако. Ведь не было, только что не было ничего. Раз, уже образовалось. Ну, конечно, нужно держать ухо и хвост в остро. И никак по-другому. Ну, мы тут уже в этом месте тертые калачи. Естественно, если что, сразу на посадку. Потому что, конечно, по прогнозу не должно было быть осадков. То есть, вот там должны, в сторону Гленобля, все это выливаться. Но, к сожалению, прогноз это, как вы знаете, одно. А реальность это совсем другое. Сказать, что обидно? Нет. Потому что красоту мы уже посмотрели. У нас задача была прилететь до рассвета и посмотреть красоту. Красота есть? Есть. Приключения есть? Есть. Опыт бесценный. То есть, очередной опыт общения с вот этими волновыми процессами. Мало того, их визуализация. То есть, такую красивую картинку редко получишь. Согласитесь. Ну, вот мы ее получили. И, так сказать, несказанное удовольствие от ее испытываем. От нее. Можно ли как-то сейчас что-то поменять? Ну, теоретически, да. Мы можем немножко полетать. Атмосфера постоянно перестраивается. Видите, какая башня выстроилась? Вот, в принципе, можно выше нее забраться. Образуются феновые щели. Самый простой способ сейчас выбраться наверх, это отступить на юг. Дело в том, что при вот этом черном мистрале очень быстро подсыхает атмосфера. То есть, она вот где-то у нас, в нашем районе сейчас осадками проливается. А куда крыло показывает, южнее гора Шабр есть. И там, скажем так, уже суша. Дальше идет гора Люр, еще суша. Дальше идет классический Прованс солнечный, где совсем сухо. Собственно, наша долина в обычную погоду, она является первой по какой-то видимости. То есть, вот если вот туда посмотреть в сторону Бренобля, я даже не знаю, как там люди живут. Там сейчас сущий ад льется, тонны воды на землю, дожди-снега такого. И ничего хорошего. Не сулят им, так сказать, эти мистралевые осадки. Но это при мокром мистрале. При сухом мистрале там чаще всего просто облака такие мрачные, солнца нету. И вот едешь иногда... Я вообще в это место первый раз попал. Опять же, вот там гора Шабр в 20 километрах. Мы летали в Аньси на парапланах с группой. И девушка одна, Карина, дельтапланеристка из Красноярска, она дует. Говорит, а я вот знаю, как классную горку, где летают, и где точно будет солнце. Говорю, как может быть солнце при таком дожде? А у нас в Аньси поливает, просто аж дым идет. Она говорит, нет, там будет солнце. Мы садимся на автобусы, едем от Аньси, это где-то 2,5 часа это место. И действительно, вот как проехали вот эти перевалы, вдруг по волшебной палочке чпок, вырубили осадки, и пошел ветер и, так сказать, солнце. Единственный момент был, что ветер был достаточно сильный, и летал только у нас Алепов Андрей на таком навороченном акропараплане. Я все смотрел на планерах. Это был 11 год, я уже начал летать на планерах. Смотрел вот такими большими глазами, как они летают мимо. И на самом деле, посадка на площадку для планера – величайший случай. Но я вот смотрел на них, думаю, вот бы один потрогать. Вы представляете силу, так сказать, человеческой мысли? Вот будьте осторожны в своих желаниях. Ну, используйте вот эту энергию в каком-то позитивном направлении, а не как вот это. Один планер заметался и приземлился на площадку. Я уже эту историю не раз рассказывал. И мы помогли ему. Я, конечно, планер вслазь потрогал, потому что, ну, был удар об землю, взрыв какой-то там. А я на горе вижу, из планера никто не выходит. В этот момент говорю, кто у меня самый большой в группе? Мальчик один говорит, я. Я говорю, сколько весишь? 120. Молодец. В тандем его. И прыгнули, значит, ветер сильный, но стартовали нормально. Приземлились. Казалось, взорвалось шасси. Джон, американец, который летал здесь. Он в отпуск, не рекерург, приезжал. Весь такой ходит. Ну, потом сначала на нас немножко как бы поручало, потом понял, что мы вообще помогать будем. Сразу стал добрее. А то мы действительно помогли. И самое интересное, потом, года через три, вот крылышко показывает. Ведь городочек Лобатин от Силенда продавали такую виллу красивейшую за 350 тысяч евро. И вот Джон хотел ее купить. И приезжал, пришел ко мне домой. Вот я и забыл его совсем. И он меня забыл. И мы общаемся на тему. Он говорит, ну, ты дом купил? Говорю, ну да, ну, какие там налоги, какие там то. И он все рассказал. Он говорит, слушай, я тебя где-то видел. Я на него смотрю, говорю, и я тебя. А как, говорит, вообще-то попал? А я, говорит, в одиннадцатом году вот приехал на Шабр. Там один маньяк под Шабром бабахнулся. Он говорит, так это же я. Представляете, друзья, как вот пополучается. И мы, да, на аэродроме фактически он там проехал через несколько лет опять с Алики полетать. Он все зовет меня в Соединенные Штаты. Джон, привет большой, если смотришь видео. Проезжай, полетаем. А потом как-то с Джоном мы летали на границу с Италией. И прям до границы была великолепная погода. Он говорит, как вообще-то в горах летаешь? Ну, а Клаус меня немножко научил. И я говорю Джону, да слушай, вот хочешь сегодня дунем за час до Италии? А была такая грозовая погода. Он говорит, ну как, до час прям долетим? Я говорю, да конечно. Час туда и сорок минут назад. Я поставил ИСИДИСИ. Но потом сначала просто вот здесь вот на этих холмах достаточно сложно выкарабкивались, выкарабкались, набрали высоту и потом прям выстроилась огромная гряда в сторону, так сказать, Италии. Мы долетели до горы Монте-Виза, набрали там 4 километра, развернулись. И вдоль грозового фронта как дунули под ИСИДИСИ сюда. В общем, Джон все время выл там в воздухе, unbelievable. А когда приземлился, значит, ты вот подошел ко мне, обнял, говорит, Волков говорит, Игор говорит, если бы ты это, если бы я был женщиной, я бы тебе отдался. Игорь говорит, нет, Джон, мы не в таких, так сказать, отношениях. Ну, шутка, конечно. Но он к тому, что говорит, я, говорит, в шоке, со мной никто такого еще не делал. Ну, вот так. Такие истории, как я пропал в Провансе и так далее. Так, ну что, видите, как долина преобразилась, пока мы тут летали. Видите, распалась опять вся область. То есть, с чего мы начинали. Но вот внизу видны вот эти осадочки всевозможные. Вот, под нами этот полуливневый такой полуснег, полудождь. Ну, вообще тепло. Ну, вообще, 3 градуса на земле. Так что, может, посидеть быть. Очень красиво. И надо что-то делать. Вот, что делать я пока не придумал. Пока снимал ролики, я в каких-то ноликах болтался. Но сейчас нужно план кардиналя менять. Сейчас, видите, почистилось все. Вот, крыло показывает на гору. Ажур называется гора. И я вижу, что там, возможно, стоит волна. Образовалась феновая щель. Вот, феновая щель. Я сейчас туда перелечу. И попробую там взять волну. И полечу вверх, красиво. Вот, помашу ручкой нашему аэродрому. И отправлюсь за приключениями. На скорости 150 км в час мы меняем дислокацию. Вот гора Сан-Жени, как я вам говорил. Пролетая мимо нашей горы, Рамбар. Следующая гора Шамбар, на которой можно будет полетать. Видите, все почистилось. То есть, вот эти вот осадки, утренние вот этот ад был недолгим. И я очень надеюсь, что на горе Сан-Жени мы все-таки сможем взять волну. Вот, эть, нам для этого надо попасть вот к тому облачку. Это турбулентность. Этмосферная проходится. Именно для того, чтобы в этой турбулентности выжить, мы подтягиваем себя ремешками. Видите? Утренний Прованс еще спит. Мы спим, горы спят. Все спит. Метр в секунду. Видите, друзья, мы на Сан-Жени таки долетели. Крыло показывает на следующий запасной вариант Шабар. Но на Сан-Жени вроде как пик-пик-пик. Тоже немножечко что-то есть. Пытаюсь работать в этом нечто. Если все-таки это не сработает, то отступим на Шабар. Но можете наблюдать, опять же, как красиво. Вот выплевывают ротором вот эти вот облачка. Вот они как раз там показывают, что здесь есть восходящее движение атмосферы, которое мы можем использовать в своих целях. И вот видно, что на Шабре тоже все красиво. Перед Шабром огромная облачная конструкция. Точнее, за Шабром. И перед ним тоже, скорее всего, там удастся взять вот эту вот волну. Ну, собственно, и здесь, видите, вот. О, как хорошо. Наконец-то есть энергия. Вы, конечно, можете подумать, например, парапланиристы, кто волны не брал, что это обычный динамик. Но это не динамик. То есть динамик все-таки это несколько другое. Да, похоже. Да, вот видно, что вроде как выплевывают облака. Но почему именно волна в этом месте? Дело в том, что ветер, не сказать, что он слабый, он кривого направления, и волны образуются таким резонансом. То есть частично участвует динамик. То есть это гора, скажем так, некоторым образом нормализует движение атмосферы. То есть она его организует. И да, вот здесь вот раз, бац, вроде как сначала динамик, динамик внизу, а потом чпок, волна. То есть понятно, что до такой высоти огромной уже динамика никакого нет. А подъем достаточно, ну, сколько там, ну, метр-полтора в секунду. И он такой характерный, ровный, без болтанки. А образуется еще раз как волна, всегда я вам рассказываю, от этой горы воздух так чпунь вниз, бах, потом бах-бах-бах отскакивает и поднимается вверх. И вот в этом поднимается вверх как раз мы потихонечку набираем высоту. 2600 метров выбрались мы на Сан-Жени, но волна уже истекает. То есть она уже такой, скажем так, последний вздохи этой конструкции. И надо перебираться в сторону горы Шабр. То есть есть такой вид вам на долину. Там аэродром Систерона, дальше аэродром Шантубана, а дальше Венон. Здесь у нас Гапталарт. И вот наша долинка. Видите, она уже полностью солнце. Облака эти подраскидала. Собственно, и волна у нас откуда? От того, что атмосфера после вот этой утренней непонятности и дождливости организовалась уже вот в такую солнечную красоту. Вот вам настоящий солнечный Параванс. Там, где мистраль, черный мистраль, только присутствует далеко в сторону Гринобля. Вот туда. Так, ну а мы же будем перепрыгивать на гору Шабр. Вот ту самую, где я с зоном познакомился. Мы пересекли долину. Тут с Инжини за крылом как раз откуда мы начинали наш путь. Потеряли достаточно много высоты. Сейчас всего лишь 2 300. Вот я проверяю вот это облачко и вижу, что нету на нем ничего. Нолики какие-то есть. Вот эти холмы могут давать волну. Даже вот, смотрите, какая-то волна есть. Но в целом чувствую я, что это не оно. У меня, видите, преграждает путь впереди облака. Вот тень на этом облаке наша же. Сейчас будет красиво, мы с ней столкнемся. Бам! И надо отсюда текать. Вот есть щелочка. По идее, в этой щелочке могла бы прятаться волна. И что-то прятается. Но высидеть здесь что-то будет крайне сложно. Потому что, видите, уже облака в них лезть мы не имеем права. Поэтому обходим это облако и сдаем чуть-чуть назад в сторону шабра. Если я попробую вот эту конструкцию, если здесь возможность что-то набрать, получается, что нет. Возможно, на шабре что-то будет лучше. И если не будет лучше на шабре, то нам придется назад отступать к Санжини. Вот что вот так выглядит наш веселый поиск. Гонится за нами на шатень. На облаке, видите? Воет изолента противно. Шатень прям параллельно нам летит. Как красиво это, да? Жиг по облаку. Так. Сейчас вот это облако я перепрыгну. Вот это вот муть, которая образовалась. Утренней шалости в облаках, можно было бы назвать это. Эти как? Эх! Вот это я больше всего ощущения обожаю. Вот так вот несешься. И вот теперь, смотрите, собственно, шабр. И вот на шабре мне интересен вот этот карманчик. Вот этот карманчик, если попробую забраться, и может быть что-нибудь из этого получится. А если не получится, то все. Финитая комедия. Возврат назад, пока высота есть. Потому что, в принципе, на горе-то есть динамик. Но в динамике мы высоко не выберемся. А вернуться домой нужна высота. Конечно, все уговорить, у Волкова же есть мотор. Мотор есть, на него нельзя рассчитывать. Вот надо всегда думать так, чтобы как будто мотора нет. Как будто мотор, так сказать, выключился. Но, видите, мой расчет оказался верным. Завыл вариометр. Переставляю закрывок на 5 и установлюсь в набор. Вот здесь я смогу вот в этой волне набрать 3,5 километра где-то. А вот эти облака впереди, потом набрав 3,5, я смогу сверху перепрыгнуть. Вот такой вот у меня план-капкан. Вот вы видите, как выплевывает ротором это облако. И какое у нас доброе и интересное утро. Набрав на шабре 3000 метров, мы вернулись назад. На Сен-Жени можем продолжать. Видите, вот облачко висит, волна никуда не делась. Но напрягают вот эти вот мощные осадки, которые есть. И они подходят к аэродрому. И сегодня вполне возможен вариант, когда с началом прогрева вот эти осадки волнами будут накрывать аэродром. Поэтому мы свои 2 часа отлетали, которые планировали. И сейчас мужественно пойдем на посадку. Скорость 200 километров в час. Можно было бы и медленнее, но я не хочу задерживаться. Видите, с правой стороны хорошо видны снежные заряды, которые падают вниз, либо не будет снег. И все это стремительно приближается к аэродрому. Вот эта красота утренняя, когда было солнышко, вот как чистенько все. Вот это вот стремительно ушло. Дальше как будет? Будут волны. То есть будет аэродром чиститься, потом будет находить вот такая вот волна осадков неприятная. И опять аэродром будет чиститься. Я, честно говоря, не хочу сейчас рисковать лишний раз. Мы уже и так сегодня достаточно дихо полетали. Поэтому подходим к аэродрому и заходим на посадку. Скорость 120, выкидываю шасси. Оп, шасси вышло. И полностью выпускаю воздушные тормоза. Вот они выпущены. На скорости 120 снижаемся. Просыпается город Сер. Красивенький. Продолжает висеть зона осадков. Ну, сейчас посмотрим, зацепим мы дождик или нет. По идее, должны зацепить. Что мы делаем, понятно. Что делает вот эта вот птица одинокая. Вот зачем она сейчас тут с утра летает? Еду ищет. Сейчас красиво смотрится как раз вот эта вот брачная тучища осадков. Так. Убираем тормоза. Возьмешь телефон поснимать? Проходим сквозь ливневый снег. Да, это причем снег, потому что не налипает на крыле именно снег. Ну, и хорошо. А внизу попадем в ливневый дождь. Достаточно сложно заходить на посадку. Ветер 50 км в час. Но мы этого не боимся. Целый потенциал Виктор Гаумин для Нью-Конор. Поворачиваю к склону. Естественно, заход будет против ветра. Шасси проверено. В движении по ветру. Выхожу точку в третьего разворота. Делаю третий и... И тут в точку в четвертого. Скорость держу 140 км в час. Голдун показывает. Ну, не очень сильный ветер. Сейчас... Вчера посадка была страшнее, а сейчас так. Учебно... Закрылки... Закрылки... Закрылки лендинг? Ага. Подвожу к планете планер. Вот сейчас выравниваю. Скорость 120 на выравнивание. И удерживаю. Медленно притираю в тюрьме. И обсыдаю, если можно, то есть, что потом поменьше этот планер толкать. Оп. Все. Можно было и помедленнее заходить. В этом случае остановился бы раньше. Но тут всегда лучше перестраховаться. Особенно с учетом дождя. До новых встреч. До новых позитивных. Родиков. И в штопор. Чпунь.